Всем доброго здравия и я снова рад вас приветствовать на авторском канале Роман Зайцев Живу на ДВ. Друзья, подписка на канал очень поможет продвижению канала и поможет тому непростому делу в пробуждении и освобождении от морока советских людей, которые я делаю практически безвозмездно. Помощь каналу, конечно же, приветствуется, но не является обязательной. Итак, тема сегодняшнего ролика. Опасные справки, фальшивые справки или лохотрон для партизан, которые были вовлечены в проект СССР 2.0 и сами об этом ничего, в общем-то, не поняли. Один из тематических роликов уже был мной выполнен. Это значит «Опасные шаблоны». Это как патриотов, в общем-то, советских людей, вот такими вот шаблонами, заманивают на не вполне правомерные действия. Здесь, значит, показаны подводные камни и мины замедленного действия, заложенные в шаблонах документов, которые нам предлагают отправить от нашего имени. Значит, в ролике все подробно вот было описано. И если вы просмотрите данный ролик до конца, вы сможете, в общем-то, уберечь себя и себя близких от крайних действий, которые будут вам адресованы Российской Федерацией. Вы сможете обезопасить себя от тюрьмы, как одно из крайних противодействий, да, вот на ваши действия, которые вам навязывают. А также сэкономить свое время и свои деньги. Сразу хотелось бы, конечно, по теме, именно вот опасных вот этих вот справок. Но позволю себе, дай вам всем бог терпения, прослушать данный ролик до конца, чтобы иметь более-менее четкое представление о том, что происходит. Небольшую такую ретроспективную преамбулу. В конце 80-х, в начале 90-х годов были созданы разнообразные структурки, так сказать, наперед. Значит, была создана КПРФ, коммунистическая партия, так называемая Российской Федерации. Были созданы, значит, коммерческая структура Мегре, Анастасия и ее звенящие кедры. Были созданы определенные там славянские структуры. Много-много всего, много всяких политиков, аналитиков доморощенных появилось с тем, чтобы отвлечь внимание народа от именат насущных дел. От восстановления колхозов, восстановления, значит, правовой базы советского народа. Для чего это было сделано? Для того, чтобы кто куда качнется. Хотите, коммунизм опять стосковались в буржуазии? Нате вам КПРФ, коммунистическая партия вроде бы, да? Да не та, коммунистическая партия Российской Федерации. Хотите, славянство там, да? Ой, вот вам Рабноверие, вот вам славяно-арийские веды и так далее. Там Хлебниковы, там прочие водилы за нас, так сказать. Они даже первоисточников показать вам не могут. Говорят, вот там эти первоисточники на золотых табличках и только для избранных. А вот генерал Петров Константин Павлович, царство ему небесное, он единственный популяризовал очень четко и понятно концепцию общественной безопасности, за что, в общем-то, расплатился своей жизнью. Ушел он очень рано. Но его даже, значит, умудрились иуды качнуть каким-то образом. Умнейший человек, но его качнули тоже куда-то в Рабноверие. Но, возможно, нам об этом сказали тоже неправильно. Он обо всем говорил. Хотите, значит, сюда, вот вам сюда. Хотите, вам справедливости, там чего-то, там хотите веды, вот вам веды. И все-все-все было очень четко продумано. Одних только партий было создано, более трех сотен, по-моему. Значит, к этому же, к этим же вот ответвлениям, отвлечению внимания, значит, был предложен проект СССР 2.0. С чем это связано и почему 2.0? Ну, 2.0 как бы понятно, то есть типа возрождение, да. А с чем это связано? Ну, вот, ни для кого не секрет, что в 90-х годах для создания новой правовой базы, значит, пьянчуга Ельцин, кстати, с арабского его фамилия переводится Эльцин, дух пустыни. В общем, тоже все понятно, да. Был горбатый, потом дух пустыни появился. И, значит, он пригласил для создания новой правовой базы Российской Федерации по шаблону римского права, морского права априори. Были приглашены специалисты, очень умные, аналитики, психоаналитики, политологи, ребята с Гарварда, ребята, значит, с института Укла. Это уже мистическое ответвление Укла. Кстати, они печатали все книги Карлоса Кастанеды. И вот под видом вот этого возрождения были, значит, сейчас используются вот эти подводные камни, которые были заложены вот этими вот умными, тысячами вот этих умных политологов, экономистов и социологов. Ничего, значит, как бы не имею, в общем-то, не имею оснований против того, что Российская Федерация, в общем-то, неправомерна в своих действиях. Ну, был переворот, если бы, допустим, не победили те, кто стрелял по Белому дому, а они не могли не победить, у них была совершеннейшая техника, тогда, значит, они были бы преступниками. А так преступниками оказались, в общем-то, и заложниками все мы, граждане Советского Союза. И вот, значит, теперь уже предметнее подходим к вопросу. Есть, вот, значит, такой шаблон, как получить справку о гражданстве СССР в 2020 году. Ну, очень много информации разной. Я, кстати, вот этот путь прошел, и о чем говорю, что... Ну, говорю о том, что конкретно предметно я изучил. Рекомендуется подать 4 заявления. Являлся ли заявитель гражданином СССР? На каком основании был оформлен паспорт РФФ? Оформлено не гражданство РФФ? Подано ли заявление о выходе из гражданства согласно процедуре? Да, все эти, значит, документы предусматриваются нормативной базой, как СССР, так и Российской Федерации. Ну, в Российской Федерации там правовая база на Чарамучино, все знаете, да, это и 67-я статья проекта Конституции Российской Федерации, что вся юрисдикция находится на дне морском, морском шельфе, на расстоянии 200 морских миль от береговой линии. Там только с аквалангами можно до них добраться. Также, значит, закон о гражданстве РФФ, согласно которого, читая и переводя с русского на русский, мы понимаем, что гражданство Российской Федерации вообще практически никто не мог получить. Ну и так далее. Все это Чарамуте, оно сразу вот так вот и не разглядишь его. Тем более, большинство из нас не имеет юридического образования. И вот, значит, запросы, описание, уточнить дату выхода из гражданства СССР, подтверждение факта выхода из гражданства СССР, уточнение даты основания лишения гражданства СССР и наличие заявления о принятии гражданства РФФ. Сразу говорю, что вот на эти все три заявления они отвечают, да, я не выходил из гражданства СССР, подтверждение факта, такого нету, потому что его нету, они отвечают, и уточнение даты основания лишения гражданства СССР. Тоже пишет, что не можем такой информации предоставить, потому что ее нет. Я несколько по-иному формулировал один из этих трех вопросов. Я просил предоставить копию документа в установленном порядке, заверенной о том, что я выходил. Моего заявления о том, что я просил вывезти меня с гражданства СССР. Мне ответили, что такого документа нет. Ну все, априори я гражданин СССР. Что тут еще говорить? Ну вот на четвертый вопрос. Наличие заявления о принятии гражданства РФ. Они отвечают чаромутием и таким. Если интересно будет, я все эти моменты покажу. Все эти заявления конкретно покажу и разберу. Они у меня имеются в сканированном виде. Они отвечают, что заявления вашего такого не было. Но на основании тех-то и тех-то нормативных актов. Ваше заявление не требуется и вы априори являетесь гражданином РФ. Они, то есть, предложили мне оферту. То есть, они предложили, а сказали, что оферта была предложена. И я ее уже акцептировал. Акцептировал в 1992 году. Я тогда еще в школе учился. Вот. Таким чаромутием отвечают. И как бы ваше заявление не требовалось, вы все, вы гражданин РФ. Все, вы оферту акцептировали своим незнанием. То есть, сами знаете, да, поговорка есть. Незнание закона не освобождает от ответственности. Но есть еще послесловие этой поговорки. А знание закона освобождает. Вот поэтому хорошо бы, конечно, знать правовую базу и СССР, и Российской Федерации, которые нам начаромутили. Но совершенно упорядоченная структура нормативной базы СССР. Это вам не 4,5 миллиона чаромутных актов в соответствии с международным и морским правом Российской Федерации. Поэтому здесь, в общем-то, нужно иметь либо колоссальный запас времени, либо быть таким семипядей во лбу, что говорится. Ну или, желательно, все эти качества вместе. Значит, вот такая небольшая ретроспективка. И к чему я вот это сказал? Что я всем объясняю. Многие мне говорят, вот мы справку получили, что мы граждане СССР. Я всем объясняю. Никакая из организаций вот этой вот фирмы РФ вам никогда не выдаст справку СССР. Почему? Да потому что, если они эту справку вам выдадут, они априори признают вас, что вы гражданин Советского Союза. И все нормативные акты РФ на вас попросту не действуют. Соответственно, не действуют ни налоги, ни поборы, ни госпошлины. Вообще ничто. И регистрация имущества также, в общем-то, не распространяется. Хотя о регистрации имущества хотелось бы отдельным роликом, но здесь уже все вместе скажу. Вот вы машину регистрируете где? В Российской Федерации. Хорошо. Вы квартиру, дом где регистрируете? В Российской Федерации. Вы детей при рождении где регистрируете? В ЗАГСе, да, Российской Федерации. А Российская Федерация является фирмой, которая зарегистрирована, по некоторым данным, в британской, значит, в британской, как британская торговая фирма, вот на территории, значит, Лондона. Генеральным директором является Дмитрий Медведев, он же Менахем, по некоторым данным. И, соответственно, все ваши имущества, которые вы переписали на РФ, которые являются фирмой, являются имуществом этой фирмы. В том числе и мы, и наши дети. То, что паспорт не является предметом наличия гражданства РФ, вы тоже понимаете. Паспорт это всего лишь пропуск по оккупированной территории Советского Союза. Такие выдавали аусвейсы, гитлеровцы, в 1943 году, вот на территории Белоруссии. Ну, это все я говорю, чтобы было более предметно, понятно, как бы, да, о чем мы говорим. Вот, то есть, всем объясняю, что вот, написав вот эти заявления, вы ничего этим не добьетесь, как бы, ну, от них. Но априори они соглашаются же все равно, что вы гражданин Советского Союза. Тоже относятся их справкам, значит, там, заявлением себя человеком. Зачем заявлять где-то себя человеком? Хочешь быть человеком? Будь им. Все. Человек ничего не боится. Человек вступил на эту землю, когда родился. И вся земля, все, все недра, все ресурсы принадлежат ему. Но и таким же людям, которые себя также осознают этими людьми. Никаких справок не надо. Помните, как говорил профессор Преображенский? Я вообще не понимаю, для чего эти дурацкие документы. А Швондер ему говорит, профессор, я бы как-то не стал на вашем месте называть эти документы дурацкими, да? И когда говорят, что вот мы получили там справку, значит, что мы граждане СССР, или мы получим, мы в ожидании. Никто никогда не говорил, от кого эта справка будет. Все молчат заговорчески. А кто такую справку выдаст? Все молчат на этот вопрос. И как-то вот, значит, мне все-таки ткнули прям носом. Ну, вот тебе такая справка. Сознались. Значит, я эту справочку получил. И понял, что да, этот ролик необходим. Ну, получил, в смысле, справочка кому-то была выдана. Вот такая, вот такого вида. И понял, что пятая колонна СССР 2.0 продолжает наступление на доверчивые умы советских людей, которых жизненная практика ничему ровным счетом не научила. Об этом был еще раз говорю мой, вот, один из предыдущих роликов тематических. Значит, опасные, опасные шаблоны. Где нас, вот, путем подмены понятий разных, вот, пользуясь нашей юридической неграмотностью, некоторыми словами, прямо втягивают, прям подтягивают под статью экстремистская деятельность. За это очень легко угодить, в общем-то, в тюрьму. Так вот, увидав образец этой справочки, я стал ее внимательно изучать. Ну, первое, что Союз Советских Социалистических Республик, справочка там выдана в 20-м году, предыдущая серия паспорта, все, давайте увеличим. Посмотрим, обратим внимание на печать, да, внимание, а не реквизитов, ничего такого нету. Герб Советского Союза, нету никаких документов, которые регламентируют запрет изображения этого герба на печать их. Ну, если бы здесь был герб Российской Федерации, или слова просто Российской Федерации, вы бы должны были уже заплатить 50 тысяч за коммерческое использование этих вещей. Вот, значит, ну, как бы правильно, вот, вам формулировочку они вам такую подсовывают. Вот, да, незаконно изъятый паспорт, пользуясь нашей юридической неграмотностью, у нас все документы настоящие СССР, у нас отмели их просто. Вот, значит, серию вот этого вот паспорта вы вполне получаете, который у вас был из Советского Союза, вы вполне получаете, подав вот эти вот несколько заявлений, которые вот вам предлагается отправить. Отправить. Вот. Вы получите вот эти все цифры. И что нам вот здесь предлагают, да, предупреждение, да, подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, преследуется по закону, тут они оперируют УК РСФСР. Не знаю, понимают ли они вообще, чем отличается РСФСР от СССР, кстати, да, кто не знает, РСФСР это одна из 15 союзных республик СССР. Так вот, значит, обратил внимание на эту печать, не, конечно, никаких регистраций, никаких ОГРН, никаких ЕГРЮ, ничего вот этого нету. Вот, значит, раз нет никаких реквизитов, что очень важно, хоть бы номер своего, что ли, самоназванного подразделения назвали. И вот, как вариант, эта конторка, которая выдает справки такие, это такая же самоназванная конторка, как и вся, в общем-то, ИРФФСР. И это является, в общем-то, фактом тяжелейшего подлога в сознании наших граждан. Давайте разберем, чем чревата выдача такой справки. Ну, первое. Можно подвести это под выдачу фальшивых документов. Статья 327. УК РФ. Подделка изготовления или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печати или бланков. Второе. Можно подвести под незаконную предпринимательскую деятельность. Это уже статья 171. УК РФ. Незаконное предпринимательство. Со всеми вытекающими, да? Третье. При наличии ЕГРИУЛ, ЕГРНИП, например, да, и соответствующего АКВЭДа, например, можно посмотреть, какой АКВЭД регламентирует полиграфию изготовления сувенирной бланочной продукции. Вот если бы здесь, в поле, это небольшой сразу лайфхак, я еще скажу о нем, стояло слово СУВЕНИР, скажем, третьим шрифтом. Это была бы просто такая черточка незаметная. Но при увеличении, ее бы разглядеть можно или при экспертизе. За это, конечно, ничего бы не было. Но опять-таки, при наличии соответствующего АКВЭДа и оформленной организации, все-таки за это деньги с вас берут. Ничего бы не было. Это вот лайфхак. Это я скажу об этом еще. Значит, при наличии ЕГРНИП, соответствующего АКВЭДа, это было бы тогда простое надувательство обывателей и советских патриотов, которым, в общем-то, зарегистрировано в Российской Федерации. Фирма предлагает вот такие вот вещи изготовить. Четвертое. В любом случае, это нажива. Ну, вот смотрите, что просят. В любом случае, это нажива, потому что, смотрите, кроме всех документов, требуют еще и флешку иногда. И с CD-диском обойтись никак не хотят. Нужны флешки, дополнительный заработок. И просят еще 300 бибариков. Вот смотрите, на средне поставленном потоке полиграфии себестоимость цветного листа А4 максимум 10 рублей. Смотрите, какая маржа хорошая. 290% чистыми. И пятое, что хотелось бы сказать о чреватости выдачи такой справки. Сбор и обработка вашей личной информации. Информации. Завладение вашей информацией, обработку которой вы еще и оплатили из своего кармана. Если что, 300 бибариками. Плюс вашим временем, да, вашими средствами на пересылку вот этих вот документов. Я думаю, что сбор и обработка информации это как бы это самое важное, наверное. А на кого работаем, ребята? Какие базы собираем? Для кого? Для чего? Для каких целей? Ну, допустим, вот, к слову сказать, 300 рублей и 2 фото, если вот эти деньги заплатить и 2 фотографии сделать, можно а усвоить паспорт РФ и новый выписать. Ну, так это хоть пропуск будет? С ним оккупанты везде практически пропускают. Там, в суды, там, в разные организации, да, за границу могут, не за границу, по территории можно передвигаться, в общем-то, оккупированный в любой город можно съездить. Вот. А вот что будет, если вы вот эту вот, как бы сказал профессор Преображенский, лягушачью бумажку, лягушечью бумажку покажете? Ну, во-первых, могут просто посмеяться, мол, дурачки, дурачкам справку сделали о том, что они дурачки. И вот подтвердили статус дурачков. Таким образом, самоопределились. Во-вторых, вполне возможны вышеназванные чреватости. От спроса за фальшивые документы на оккупированной территории до подтверждения того, что разрешаете взять кредит от своего имени. Почему нет? Показали бумажку, акцептировали сделку по кредиту, который кто-то взял на ваше имя. Это вполне возможно. У нас же рулит априори морское право. И заявительное право оно же. Вот. Кто-то злой и умелый, веселясь и отрабатывая часто чужие схемы, чужие программы, упорно развешивает лапшу на уши нашим соотечественникам. Это касается и сувенирных справок гражданства, и регистрации имущества, например, автомобилей в ГАИ проекта СССР 2.0. Давайте вот об этом чуть-чуть тоже. Хотелось бы отдельным роликом выполнить, но тем не менее. Все видели красивые постановочные ролики о том, как красиво бравые парни показывают глупым ГАИшникам документы с регистрацией автомобиля на эту конторку. Вот на вот эту вот ГАИ из СССР. Смотрите. Вот он сайтик. О чем-то говорит. Старый сайт доступен, а новый еще в разработке. То ли они растут, то ли им уже хвост немножко прижали. Вот. Видите? Все хорошо. С СССР жизнь там тому подобное. Отрабатываете схемы. Видите, кто они такие? Они просто вот это ГАИ из СССР. Что они сделали? Они тоже сделали, подвели подместное самоуправление, которое регламентируется проектом Конституции РФ. Собрали протокол, собрали учредительное собрание, оформили его протоколом учредительного собрания инициативной группы граждан СССР. Все. Подвели нормативную базу. Поставили повестку дня. Председатель, секретарь ответственного за подсчет голосов. Кстати, вот смотрите, как протоколы грамотно составляют. Восстановление госоргана, Министерство внутренних дел СССР. Восстановление комитета народного контроля СССР. Преобразование учредительного собрания. Прочие вопросы. И вот они. Восстановили комитет народного контроля и Министерство внутренних дел СССР. Вот. И на этом основании выдают права. Шлепают справки. Все просто замечательно. И вот такие классные ролики у них в наличии в сети интернет. Вот. А видел кто-нибудь вот реальные видео на эту тему? Не те, где типа глупые гаишники такие, ой, все, три по пять, да, козырнул. Все, езжайте, граждане СССР, да? А в реале кто-нибудь пробовал такое сделать? Ну, сделайте это в Николаевске. Я посмотрю на поведение гаишников и на ваш, как бы сказал Мойша Абрамович, бледный цвет лица в этом случае. У нас все рядышком. Рядышком и ИВС, рядышком дежурная часть, и СИЗО, и прочее, прочее. За фальшивые документы не хотите попасть куда-нибудь? Вот. А вот... По секрету скажу еще. Если уж очень хотите такую же красивую бумажечку, которую они предлагают, кстати, вот видите, после оплаты, причем от вас требует абсолютно вот полный пакет ваших документов, ваших данных, видали? Все, все, все. В какую базу данных это поступает? Понимаете? Орган самоуправления принял на себя такую функцию, утвердил вот уставными документами, да, запротоколировался, и он собирает базы данных. В полном объеме. Понимаете? И, естественно, они вам все это вышлют, эти вот права, так сказать, права, документы на... права ваше управлять автомобилем, автотранспортным средством. Вот. После оплаты. Вот. А хотите, да, вот о чем говорил, по секрету? Если хотите такую же документик, которую они предлагают, вы вполне можете сделать ее сами, ничего не оплачивая, никому не сливая свои личные данные. И самое главное, справка, которую вы изготовите самостоятельно, ничем не будет отличаться от той, которую вам выдадут агенты проекта СССР 2.0. А чем справка, которую... Справка там права. Ну вот я про права... О правах говорю, да? Вы можете... Также... Учредительное собрание, протокольчик. Вы создаете такие, значит, местное отделение МВД СССР. И справа вот такие вот бланки. Сувенирные делать. Без проблем. Ну можете и не сувенирные сделать. Но я уже подсказывал лайфхак. На поле. Напишите здесь вот. Сувенир. И все. Никто к вам вообще не подкопается. При этом, как бы, вы будете в своем праве. Вы будете иметь красивую бумажку и прочее. Вот. Если вы создадите, значит, Организацию местного самоуправления. Не важно, как вы назоветесь. Там паспортный стол. Можете паспорт себе сами выдать. Вообще-то, почему нет? Внутри себя. А можете просто напечатать. Хоть паспорт, хоть права СССР. Хоть вот такую справку. Вообще, паспортные данные свои знаете. Права старые СССР вы знаете. В общем-то, вам всю эту информацию предоставят. Если не знаете. Оно все у вас будет. И чем будет отличаться вот сейчас вот такая справка. Если вы сами себе выдадите ее. Даже без всякого протокола учредительного собрания. Ну, подумали, чем она будет отличаться. Правильно? Ничем. Вот. И вот этот лайфхак, который я говорил. Сделайте такую же бумажку на пустом поле. На любом. Правая, левая, верхняя, нижняя. Здесь четвертым шрифтом напишите слово СУВЕНИР. Или два слова. Театральный реквизит. Все. Это будет выглядеть одной такой черточкой. На листе. Но если сфотографируете, увеличите. Либо там под лупу хорошую посмотрите. Либо, ну, если уж не получится, тогда экспертиза это выявит. Оно это слово найдет. Вы от ответственности автоматически избавляетесь от уголовной, по крайней мере. Ну, может, какую-нибудь административку вам шлепнут за это. И вот эта вся липость театральными реквизитами повторяется из года в годы. Почитайте Остапа Бендера. Вспомните историю МММ. Откройте глаза. И вот еще предметнее. Значит, мы разобрали МВД. И вот, значит, нам предлагают, да. А, даже 350 бебариков просят. Ведите за справочку за эту. Срок исполнения 7-10 дней. Полностью все укажите. Адрес, значит, указан электронный. Так, немножко у меня скопировалось. Слитно, да, все? Усадьба. И вот смотрите, внимание. Простой почты не отправляете. Вернется. П-стол. Паспортный стол, да. Работает 2 дня в неделю. Прием-выдача. Часы. Прием копии ваших документов на оформление советских документов будет производиться по адресу Посташево, 16, офис 301. Я думаю, дай-ка посмотрю, что это за организация такая. Самоназванная. Может быть, не самоназванная. Может, хоть тоже у них протокол собрания, все прочее. Там учреждены, да. Вышел в Тернет. Тернет это, как всем известно, большая свалка мусора. Плюс наличие определенной информации. И мы смотрим. Я забил, значит, посташево, 16. Вот, значит, нашлось. Посташево, 16. 301 офис. Третий этаж. Прошел на всеми нами любимый сайт EGRU, да. Ну, и вот уже в поисковичок забил фирму. А, еще, значит, посмотрел здесь. Показал, да. Потом посмотрел здесь по карте. Потом посмотрел еще вот в одном месте. Так, а, ну вот тоже объявили губерния трубит. Но это хороший такой пиар для граждан. Главное, чтобы подхватили СМИ. Так, где еще? А, вот. Все, вот нашел я. Где я еще искал? Стал искать, значит, посташево еще. Нашел вот некий такой ДВР. Нашел что-то еще. Посмотрел. И нашел еще фирму. Так, это вот тоже на посташево, видите, 16. Нашел тут я много чего. Вот, 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 вот. Смотрите, вот по кадастру. Нашел. Посташево 16. И вот здесь все об этом посташево говорится. Помещения какие-то, что функциональное помещение, функциональное, встроенное помещение, вот. Учреждение, второй этаж, земельный участок, функциональное. Так, где-то был третий этаж 301, а у нас же предлагается офис 301. А, 301, а у нас там был какой офис? Какой-то другой. Значит, среди прочего, сейчас тут не могу что-то найти, нашел фирму-консультант. И прошел на наш, которая располагается на посташево 16. И, скажем так, пальцем в небо, может быть, да, набрал на нашем любимом сайте egrill.nalog.ru Консультант. Хабаровский край, 27-й регион. И вот результат поиска в первой же строке. Консультант нашел. Посташево 16, офис 323. Где-то рядышком, да, тоже на третьем этаже. Дальше вот смотрел, тут уже другие улицы. Ну, не нашел я регистрации, у них же отсутствуют реквизиты. Вот. Ну, что сделал? Получил выписку? Ну, давайте страничку обновим. Еще раз показываю. Консультант. Заодно посмотрите, как сайт нам пользоваться, кто не знает. Регионы 27. Выбираем Хабаровский край. Окей. И найти. И вот то, что я вам показывал, да. Консультант. Так, и получим, получим выписку. Хлоп. Прилетел документик. Открываем его и смотрим выписку. Консультант. Постышево, дом 16. Офис 323. Но у нас, в нашем случае, да, 301. Тут 323. Офис. Регистрация. Все. Смотрим Экведы. Экведы, Экведы, Экведы. Так. Вот Васильева Валентина Владимировна у нас. Генеральный директор. Ну, обычная ООШка. Так. ООШка. Да. Общество с ограниченной ответственностью. Так. Смотрим Экведы. Так. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности. Деятельность в области права. Исследование конъюнктуры рынка. Изучение общественного мнения. Деятельность агентств по подбору персонала. Деятельность по определению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Не включенная в другие группировки. Группировки. Ну, вот здесь, может быть, и есть что-нибудь с бланочной продукцией. Связанное с полиграфией и тому подобное. Вот. Ну, смотрим. Здесь сплошной консалтинг. Да. Какие выводы можно сделать? Ну, можно сделать выводы, что эта справочка, в общем-то, вполне... Здесь, значит, выписывается вот этой вот фирмочкой. Как средство дополнительная заработка. У них же консалтинг. Соответственно, у них вся множительная техника есть. Вся оргтехника есть. А возможно, что и используется оборудование этой фирмы. В темную. А вот этого... Аминуя вот этого генерального директора. Значит, вариантов масса. Ну, вот примерно вот так вот можно вычислить. Любую конторку. Видите, она не зарегистрирована в РФ, который вот эти справки выдает. То есть, под тот пункт, который я говорил, что они просто морочат голову, имея регистрацию в РФ, какой-нибудь аквейдик там, изготовление сувенирной бланочной продукции, раритетной там, скажем, какой-нибудь. Под это они как бы не подпадают. Нет регистрации у них в РФ. Ну, и учредительных протоколов мы тоже никаких не наблюдаем. Может, где-то есть. Не знаю. Если вы знаете, поищите. Я долго не стал искать. Время дорого. Так же, как и внимание. Вот, показал, как это все, в общем-то, работает, да, как это можно найти. Чем эта справка отличается от того, что вам выдадут и от того, что вы сами можете сделать двумя способами. Способами, либо самим себя и ее выписать, да. То же самое будет, только не забудьте указать вот это слово «сувенир» мелким шрифтом. Либо самостоятельно очередив определенный орган самоуправления с правом выдачи от подобных бланков. Ну, в общем-то, все. Ну, и так же, если что, театральный реквизит напишите. Тогда вы себя обезопасите от всего. Ну, как бы, приличия такие, да, наличия таких. Приличия в наличии документов будут соблюдены. И мое мнение такое, что кто-то подменил, кто-то подменил с собой наше солнце, а мы не заметили, да. Так что, будьте бдительны, думайте своей головой, включайте самоконтроль. Никто, кроме нас самих, за нас не подумает. Есть очень хорошие рычаги самоуправления. Но, видите, как работает пятая колонна? Они сознательно уводят нас вот в такие вот дебри. Не правомерности. А мы идем все-таки, двигаемся к правомерности. К установлению именно вот счета правомерности между нами, гражданами Советского Союза, и вот той группировкой, которая, в общем-то, от нашего имени нами тут руководит, и которая назвала себя властью нашей. Рекомендую данное видео просмотреть полностью. Рекомендую к распространению с целью пробуждения от навязанных мороков. Если видео было полезным, поставьте лайк, поделитесь. Если есть вопросы, пишите в комментарии. Роман Зайцев. Живу на ДВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова